МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, ваши вопросы вы можете оставлять на сайте нашего телеканала в разделе «Прямой эфир». Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий расскажет о благоустройстве дворовых, парковых территорий, в том числе мы поговорим о парке «Малаховское озеро», о новых спортивных площадках, о пешеходных зонах и также мы поговорим о готовности округа к зиме. Эти и многие другие вопросы обсудим сегодня в прямом эфире. Присоединяйтесь. Здравствуйте, Владимир Петрович. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, все, кто нас сегодня видит, слышит. Я рад быть в вашей студии. Спасибо. Владимир Петрович, комплексное благоустройство дворовых территорий – это один из самых важных аспектов благоустройства округа в целом. Когда мы выходим из подъезда, нам, конечно, важно видеть перед собой обустроенный, аккуратный двор, отремонтированный тротуар. Ведь это не только вопрос удобства, это еще и хорошее настроение, и, в принципе, определяет качество нашей жизни. Надо сказать, что на протяжении этого года работы по благоустройству дворовых территорий проходили очень активно, открывались детские и спортивные площадки. Вот скажите, каким все-таки критерием должен соответствовать сегодня двор? И какие итоги в этом вопросе мы можем подвести сейчас? Ну, я бы, наверное, начал с того, что все-таки Люберцы, я везде об этом говорю, это столичный регион. Ведь люди на периферии, Люберцы приезжают к нам в гости с периферии, Люберцы – это Москва, и у нас нет границ. А коль нет границ, значит, не должно быть границ ни в чем, включая благоустройство, обустройство, в целом содержание территорий. Кроме этого, вот с приходом Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора Московской области, как бы уже сегодня стало традицией, ежегодно не менее 10% двору надо обустраивать. А у нас, вот по памяти, 679 дворов. Мы по дворам, наверное, первые в Московской области, потому что мы не стали укрупнять, мы максимально выделили дворы, чтобы несколько домов, они, скажем, создавали некое дворовое пространство, и в этом пространстве было все необходимое для жизни. Потому что, вот я сколько себя помню, что такое многоэтажный дом, это должен выйти и какое-то пространство возле тебя. Это тротуар, это проезжая дорога, это какие-то газоны, деревья. Я помню в советские годы, ну, такие самые активные женщины, бабули, они какие-то цветыки разбивали у дома, значит, всегда какой-то турник стоял, но не было того, что есть сегодня. Сегодня есть подходы на эту тему, очень жестко отслеживает губернатор Андрей Юрьевич. Есть установки, есть Министерство благоустройства в Московской области, где выработаны целые, скажем, такая концепция, подходы. Что должно быть во дворе? А во дворе, конечно, должна быть детская площадка, должна быть обязательно, спортивная обязательно, конечно, должен быть тротуар обустроенный, должно быть освещение. Понятно, что мы проживаем в доме, и надо выносить отходы, которые сопровождают нас по жизни, поэтому понятно, что для бытовых отходов должна быть какая-то площадка, где стоят контейнерные, это все должно быть обустроено. Поэтому целый такой комплексный подход, он позволяет отрабатывать вот эти все вопросы для жителей, потому что это, ну, скажу так, это достаточно важно, и люди, скажу так мягко, наверное, но хорошим очень быстро привыкают, тем более на сегодняшний день рядышком Москва. Мы видим, как развивается Москва, какие изменения в Москве. Но я могу точно сказать, что абсолютно, ну, скажем, в таких же масштабах эти изменения проходят в Московской области. Я не буду говорить, скажем, там, за дальние районы, хотя там то же самое, но если мы возьмем ближние районы, это Одинцово, Химки, Мятищи, Видное, Люберцы здесь всегда в первой тройке, и мы с точки зрения обустройства всего пространства, особенно дворов, мы преуспевали, я сказал, мы первые в Московской области по количеству благоустроенных дворов. В этом году мы обустроили 68 дворов. Более того, мы стремимся дворы обустроить комплексно. У нас есть программа по капитальным ремонту домов. Значит, у нас есть программа по ремонту подъездов. И мы стремимся максимально как-то совмещать, где проходит капитальный ремонт дома, чтобы там в этом доме был и ремонт подъездов, и при необходимости ремонт дворовой территории, установка детских спортивных площадок. И когда такая территория обустраивается, и люди подходят к новому дому, а там фазад свежий, подъезды обновлены, и дворая территория приведена в некий порядок, тогда, ну, совершенно другое настроение у человека появляется. И более того, я скажу, в этом году мы меняем 130 лифтов. Таких масштабов тоже в Люберцах никогда не было. Эти вопросы, они тоже в стадии решения. Я думаю, что мы где-то, вот их 130 лифтов, где-то к началу февраля мы заменим 100%. Поэтому суть в том, что это обновление, оно на виду, я не буду сейчас рассказывать, потому что я присутствую в социальных сетях. И жители, которые, скажем, каким-то образом, я даю себе отчет, что люди разные. И ремонтные работы, подрядные работы выполняют разные люди. И даю себе отчет, что есть порой и что-то некачественное в исполнении. Но я для этого, скажем, нахожусь в социальных сетях. И малейшее обращение по тем или иным вопросам мы очень четко, жестко отслеживаем. И там, где допускаются какие-то недоработки, а может быть, какие-то недоделки, мы стремимся оперативно устранять. Поэтому даже сегодняшний эфир, я думаю, нас многие слышат и слушают. Если есть, опять же, какие-то замечания, то я буду рад, если жители будут как-то нам сигнализировать. Потому что наша задача администрации – эту работу организовать, ее сопровождать и контролировать. Но администрация сама не в состоянии эти все вопросы самостоятельно как-то решать. Мы можем опираться только на людей, на жителей, на активных жителей. У нас их достаточно, я им говорю всегда спасибо, потому что мы не рассматриваем обращение жителя как жалобу. Мы рассматриваем обращение жителя как некое предложение, как некое неравнодушие, если что-то проходит не так. Да, это действительно важный момент. И еще надо сказать, что комфортная городская среда, она немыслимо без пешеходных зон. Не так давно работы завершились на Смирновской улице, об этом мы говорили еще на предыдущем прямом эфире. И за это время уже успели благоустроить и звуковую улицу. И здесь тротуарной плиткой вымыстили тысячи квадратных метров о том, какие же еще изменения произошли на улице Звуковой, узнаем из сюжета. После реконструкции улица заметно стала просторнее, ухоженнее и современнее. Урные лавочки вылиты из гранитной крошки. Материал прослужит долго, он антивандальный и морозостойкий. Прогулки здесь не только комфортны, но и безопасны. На пешеходной зоне установили камеры видеонаблюдения. Хотелось бы поблагодарить наших властей за то, что делают для нас, для жителей и для города, настолько замечательные места и благоустраивают. Светодиодные фонари освещают звуковую в темное время суток. При реконструкции все здоровые деревья остались на месте. К ним высадили еще и молодые липы. Весной в специально отведенных местах появятся кусты барбариса. Зазеленеет газон. Вскоре у стен Белого дома появится велопарковка и стоянка для колясок. Очень все красиво, любишься, растут. Преображается даже похоже чем-то на столицу. Видно, что она заботится. Первый раз иду по этой улице за последние три года, наверное. Удивительно, как она преобразилась. Я вижу, что здесь посадили деревья, лавочки. То, что было и то, что есть, это даже не сравнить. Сейчас как раз с подругой шли, говорю, ой, как красиво сделали. Летом будет и вообще травка кругом, цветочки. Нам понравилось то, что положили плитку везде, поставили сердце красивое. Но все максимально сделали по красоте. Я хочу, чтобы по всем либерациям проходило благоустройство. И в каждом кусочке нашего города было так же красиво. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Мне, как бы скажем, приятно слышать, что жители вот так отзываются. Я могу сказать одно, что когда мы приступаем к тем или иным работам, всегда подходы сопровождаются у нас где-то и эмоциями, и разногласиями. Потому что когда мы что-либо начинаем, мы понимаем, что мы хотим что-то изменить и преобразить. И как, мы до конца не знаем, потому что мы ведем консультации, подключаем архитектора, дизайнеров, дабы найти вот эту какую-то изюминку, чтобы как-то обустроить. Потому что Люберец – это город с какими-то традициями. Я везде говорю, что Люберец – это запредельно урбанизированная территория. Мы очень плотно застроены. И уже, я так скажу так откровенно, чтобы как-то разгуляться, у нас нет для этого пространства. И вот на этом небольшом пространстве мы должны максимально все учесть и как-то обустроить. Поэтому мы потратили какое-то время, усилия, отработали некий проект. Сегодня есть процедурные, некие вопросы – это торги, это конкурсные процедуры. Все это проходит в закрытом режиме, значит, все это проходит, будем говорить, в электронном виде. Ну вот подрядчик, который зашел, выиграл и сегодня эти работы делает, он их завершил. Мы, естественно, контролируем. Поэтому понятно, что, как уже наши жители рассказали, что здесь и лавочки, здесь и плитка, здесь и освещение, здесь и деревья, и газоны. Все это сделано, мне кажется, достаточно неплохо. Я думаю, что весна всю такую красоту раскроет, потому что сегодня, конечно, осень, ходим в зиму. Нет тех прелестей весенних, когда травка зеленеет, листочки распустились, цветения. Но это все еще впереди. Но я думаю, жители получат удовольствие, потому что на самом деле стало таким пространство красивым. Я оценю, что ухоженным. Единственное, что хочу сказать, что вот подобные вопросы администрация, муниципалитет не в состоянии самостоятельно решать. Потому что вот цена вопроса где-то порядка более 103 миллионов рублей. Из них бюджетных денег именно муниципалитета всего где-то чуть более 31 миллиона. А вот 54 миллиона – это федерация, 18 миллионов – это областные деньги. То есть эти вопросы вскладчину. И когда идут деньги, особенно федеральные, областные, идет такой очень пристальный контроль. Поэтому, начиная от торгов и завершая самими работами. Поэтому с такими делами никто не шутит. Поэтому все эти вопросы были отработаны. Сделаны, я оценю, сделаны на сегодняшний день на совести. Мне просто приятно наблюдать всю эту картину. Потому что улица Звуковая – это как бы такое продолжение работ по благоустройству центрального парка. Потому что мы центральный парк преобразили. Там еще будут свои задачи, свои вопросы, будем в нем решать. Но, скажем, чтобы зайти в центральный парк, надо пройти в Звуковую, выйти из центрального парка. Звуковая – это пространство. Я думаю, что жителям, естественно, понравится. Ну и продолжая тему благоустройства, надо сказать, что сегодня все больше появляется мест, где горожане могут отдохнуть. Причем отдых доступен для жителей разных возрастов, интересов. Это и мамы с колясками, и пожилые люди, и желающие заняться спортом. Владимир Петрович, вот чем сегодня примечателен отдых именно в Люберецких парках? Ну, тоже, опять же, у нас есть программа Московской области «Парки Подмосковья». Это вопросы. Я, может быть, не хочу, скажем, говорить постоянно какие-то слова. В адрес руководства это не очень, скажем, с моей стороны принято. Но я могу сказать, что вот это с приходом губернатора Андрея Юрьевича Воробьева появился ряд программ, в том числе программа «Парки Подмосковья». И эти вопросы мы достаточно активно развиваем. Мы одни из первых в Московской области обустроили Наташинский парк. Это был 2013 год. И все помнят, старожилы, каким был Наташинский парк до его обустройства, до 2013 года. И каким он стал в 2013 году. Это земля и небо. Сегодня это и тропинки. Хотя, даю себе отчет, с 2013 года уже прошло 6 лет. Ничего не стоит на месте. И на северной стороне парк он единственный для прогулок, для отдыха. И там в летние дни, когда хорошая погода, солнышко, тем более там два пруда. Там пройти, по сути, невозможно. Понятно, поток людей. Естественно, там и вытаптывается и травка, и плитка, ее надо там за ней ухаживать. Да даже, конечно, по фантику. Это уже собирается, скажем, какой-то мусор. Хотя за этим тоже мы смотрим. Поэтому, ну, вот, что касается Наташинского парка, там все для отдыха сделано. Хотя там требуется целый ряд других вопросов решать. Чуть позже скажу. Мы 2017-2018 год в этом году продолжили это по обустройству центрального парка. И многие знают, каким был центральный парк до, и сегодня это достойно, это красиво. И там надо еще дальше совершенствовать. Ряд вопросов тоже я чуть позже остановлюсь. У нас традиционно, скажем, зоны отдыха в таких лесопарковых зонах. И всегда говорили, особенно в советские годы, что ближе к Подмосковью, Люберце, Малахово, Кокросково, Томилино, это легкие Москвы, это загородная зона, это леса, можно погулять. Но обустроенных мест не было. Опять же, в свое время Андрей Юрьевич как бы подал такой посыл, что надо рассмотреть, есть возможность взять земли лесфонда в аренду, надо их брать. Мы тоже один из первых в Московской области взяли лесные массивы в аренду у лесников. Лес – это федеральное имущество при помощи губернатора Андрея Юрьевича. И вот у нас получился парк там за 30 га, это парк сказок в Томилино. И сегодня это обустроена зона с прогулочной сетью, тропинки, вымощенные такие дорожки. Это парк сказок, потому что там целый комплекс культур, которые там из сказок Пушкина, из целого ряда таких сказок наших классиков. И это тоже там достаточно красиво, освещение мы сделали. Поэтому на сегодняшний день у нас, с точки зрения статистики, у нас четыре парка. Это Центральный, Наташинский, Парк сказок и в Малаховке Летний театр. В Летний театр, скажем, он исторически сложилась такая территория, его надо, конечно, обустраивать, но он у нас ходит в число парков. И как бы парков у нас больше нет. Но мы пошли дальше, и мы поставили задачу, что в ближайшие 20-21-23 год у нас появится еще плюсом к этим четырем паркам еще пять парков. У нас будет девять парков. Более того, мы поставили задачу, что у нас появляется порядка 15 рекреационных зон. Включайте девять парков. Поэтому мы ставим задачу те парки, которые есть, их обустроить. Я не хочу тут занимать эфир, чтобы я не был там скучным. Но мы планируем в Наташинском парке поставить колесо обозрения и улучшить тропинночную сеть, поставить ряд, будем говорить, таких спортивных неких объектов, которые люди могли бы отдыхать. В Центральном парке мы планируем обустроить сцену, мы планируем также обустроить ряд таких летних кафе, где люди могли бы отдыхать и так далее, развернуть целую такую систему для отдыха. Что касается создания новых парков, то мы приняли решение, общаясь с жителями. Это Малаховский парк. И я думаю, что он украсит территорию не только Малаховки, но и всего Люберецкого городского округа, а даже, может быть, в Московской области. Будет необходимость, я об этом расскажу. Мы планируем также обустроить парк в Октябрьском, потому что так сложилось, что поселок Октябрьский, он как бы находится над краями, некоторые, над шибелью Люберецкого городского округа. Да, он самая дальняя точка от Москвы, поселок Октябрьский. Более того, если все наши поселки цепляет железная дорога, то поселок Октябрьский находится сбоку, он имеет возможность соединиться с Москвой, добраться до Москвы только автобусом, маршруткой, такси. И поселок Октябрьский есть свои проблемы, потому что нету Дома культуры, старая больница. Свои проблемы. Там есть проблемы с местами в садиках, в школах. У нас по октябрьскому есть целая программа. Мы эти вопросы в ближайшие 2-3 года снимем, но сегодня есть проблемы. И суть в том, что мы поставили задачу, чтобы какая-то зона отдыха появилась в Октябрьском. К поселку Октябрьский примекает лесничество, Тамбилинское лесничество. Мы тоже вышли на губернатора, с его помощью мы взяли в аренду порядка 23 г земли, мы ее оформили. И сегодня мы, думаю, у нас концепция уже отработана, и будем разрабатывать проект создания парка, мы назвали «Лесная опушка», это поселок Октябрьский, со всеми атрибутами современного парка. Поэтому вот это пространство, оно заиграет по-другому. Более того, вот мы говорим о рекреационных зонах, поэтому у нас есть, я оцениваю, хороший водоем, это Кореневский карьер. Местные жители знают, в летний период, когда хорошая погода, я там тоже иногда бываю, там разместиться негде, потому что с округи съезжаются люди. И мы поставили задачу вот этот Кореневский карьер тоже обустроить, это тоже будет и тропиночная сеть. И более того, мы подписали в прошлом году с Федерацией гребных видов спорта некое соглашение, где там будет создана, скажем, тренировочная база для занятия гребными видами спорта, каноэ и байдарки. Более того, мы это все как бы развернули, сегодня сделаны первые шаги, мы там сделали теплые раздевалки, сделали такую тренировочную базу, и вот эта база будет работать не только летом, но и зимой мы ставим задачу, это будет и лыжня, это будет освещение, но более того, значит, мы концепцию отработали, и концепция по прошлому году, даже не по прошлому, а в этом году, она вошла в 20-ку лучших разработок России. Да, 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 тоже. И мы ставим задачу отработать, найти деньги через торги, обустроить, значит, именно корневскую карьеру. То есть вопросов много, и мы нададим, да. Кого-то интересует, мы, я об этом говорю, мы в социальных сетях присутствуем, рассказываем, поэтому кто интересуется этим, тот знает. У нас как раз еще интересуется телезритель, он давно уже дозвонился, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Петрович. Здравствуйте, слушаю вас. Я Зинаида Алексеевна. Так. Живу на улице Кирова, дом 41. Рядом с перекрестком. Перекресток это улица Власова, Кирова и гарнизон. Так. Нельзя ли там повесить видеокамеру? Так, как автомобилисты постоянно нарушают правила. Когда загорается зеленый свет, то с гарнизона едет машина, старается пересечь перекресток на Власова, а нам надо переходить. Также повороты делают из гарнизона налево, направо, во время нашего перехода. Зинаида Алексеевна, я вопрос понял. Спасибо, Зинаида Алексеевна. Давайте так договоримся. Я этот вопрос вынесу на комиссию по безопасности дорожного движения, есть такая комиссия, куда в состав комиссии входят дорожники, входит работник ГИБДД, то есть специалисты, которые занимаются дорожным движением. Попрошу, чтобы этот вопрос отработали, и если то, о чем вы говорите, будет поддержана комиссия по безопасности дорожного движения, то мы, естественно, поставим, потому что у нас в целом в системе городского хозяйства работает такая система «безопасный город», куда стекается вся информация с наших торговых объектов, с наших таких точек, где массовое нахождение людей, а также со всех дорог, где мы видим, что происходит. Поэтому я думаю, что, скорее всего, что этот вопрос будет решен. Спасибо, Владимир Петрович. Ну и возвращаясь к предыдущей нашей теме, вы упомянули в своем ответе про парк «Малаховское озеро». Сейчас как раз здесь идут такие масштабные работы, и первые результаты уже будут видны в первой половине 2020 года. И отмечу, что у этого проекта есть и сторонники, и есть те, кто высказывает сомнения по поводу необходимости преобразований этого «Малаховского озера», этого парка. Расскажите, пожалуйста, почему вообще решили реконструировать эту территорию, и как в итоге парк будет выглядеть? Я думаю, не то, что думаю, я даже знаю, я уверен, что парк будет выглядеть замечательно, будет отлично. Это как-то так складывается, что очень часто, особенно люди в возрасте, или люди, которые, скажем, традиционно к чему-то привыкли, я где-то к себе отношусь, кто я больше, какой-то, скажем, либерал, консерватор, или я там сторонник каких-то новшеств, я, наверное, по своей природе больше консерватор, я трудно к чему-то прихожу, трудно отрываясь от того, что уже устоялось, но как бы жизнь так устроена, что надо двигаться, и двигаться вперед. Поэтому надо находить решение, находить в себе силы, принимать какие-то новые решения. Ну, а есть люди, которые, ну, очень консервативные, они вообще ничего не воспринимают нового. И даю себе отчет, я таких людей знаю, они, в том числе, мои друзья. Я сам живу в Малаховке многие годы. Первый раз я в Малаховке был студентом, приехал, это было в 1977 году, и в свой старый год я конкретно живу. Более того, в свое время работал на Малаховском экспериментальном заводе, мы пацанами ходили, купались в Малаховское озеро, на спор его переплывали. То есть там для меня все понятно, известно, и как бы даю себе отчет, что такое являло собой Малаховское озеро и в советские годы, и сегодня. И если сказать, что, если посмотреть на Малаховское озеро, то если стоять, значит, лицом со стороны улицы Шоссейной, Малаховчане знают, о чем я говорю, и смотреть на озеро в сторону Раменского района, то слева-справа примыкает лес. Значит, вот с правой стороны мы взяли у лесников 8, где-то с половиной газ земли с лесом в аренду, и с левой стороны более 7 газ земли. Мы осознанно взяли это с одной целью, чтобы создать некое пространство вокруг вот этой водной глади, вокруг озера Малаховского, создать парк. Я скажу, я там иногда бываю, и был, скажем, 20 лет назад, и сегодня, если еще, будем говорить, там лет 30 назад, когда Малаховский экспериментальный завод, где я работал в свое время, он шерстывал, такие были слова, над этим водоемом и над тем, что было вокруг Малаховского озера, мы ходили, значит, там и ухаживали, сухостой вырубали, скажем, мусор собирали, беседки ставили, это было в советские годы. Сегодня все изменилось. Сегодня каждый каким-то образом как-то хозяйствует сам. И суть в том, что сегодня вокруг этой территории, по большому счету, хозяина нет. И более того, этот лес, я говорю с лесниками, последний раз как-то чистился, за ним как-то ухаживались. Была какая-то санитарная вырубка лет 25 назад, а то и 30. Поэтому со времен распада Советского Союза никто не занимался. И там, вот я специально перед тем, как мы зашли, значит, и создавали там парк, я был со своими товарищами и так далее, там только лесники, потому что бы наши жители знали, что мы, хоть нам этот лес передан в аренду, но мы не имеем права вырубить ни одно дерево. Мы можем это сделать только с разрешения лесника. Так вот, именно лесники сами без нас определили, только с правой стороны, это в сторону электропоселка, 325 деревьев. Все это заактировано, все это показано. И эти деревья, они подлежат санитарной вырубке. Более того, мы когда заходим в лес и делаем парк, то есть такое понятие лесопатология. То есть определяется наличие деревьев, каких, значит, если кустарник, он подлежит там вырубке, если сухостой, вырубке, если больные деревья, вырубки. Другое дело, что должны мы с лесниками определить, должны быть подсадкой и так далее. То есть мы создаем парк, все определяют лесники, мы следуем фарватеры лесников. Понятно, что я, мы когда, значит, пошли, такая ситуация, и где-то в эмоциях, и когда мы начали, скажем, зашли и заниматься санитарной вырубкой, то сразу же поползли слухи, что, скорее всего, вырубают и будут строить дома. Значит, сразу мы начали объяснять, что дома не будут строиться, мы будем делать парк. Ну, как бы немножко успокоили, но потом, зачем дорожка? Сегодня есть некие подходы, есть стандарты парковых территорий. В парковой территории дорожка должна быть 3 метра. Ширина. Ширина 3 метра. Пошли, а зачем такая дорожка? Там были такие тропы, потому что мы не делаем какие-то новые дорожки. Мы эти дорожки прокладываем по натоптанным тропам. К хуже тропам, да. И вот эта тропинка была там до метра, потому что люди, которые ходили и зимой в снег, и в слякоти, и так далее, чем хороша Малаховка? Там песок, грязи нет, но, скажем, когда обильные дожди и так далее, все лужи стоят. И суть в том, что вот метра достаточно. Мне говорят, вот тут был метр, вот дорожший, может быть, метр. Но я спрашиваю, идет две мамы с колясками, друг другу навстречу, им надо разойтись? Надо разойтись. Метры разойдутся? Говорят, нет. Ну, давайте типа два сделаем. Но есть стандарты, не я их определил. Есть архитектура, люди думали, и это очень удобно. И мы, когда сегодня сделали вот эти дорожки, люди посмотрели, я вот был буквально в выходные, они просто подходят благодаря, можно пройтись, можно разойтись, можно пройти, скажем, группой товарищей, нет грязи, все это поднято. Да, понятно, осень. Может быть, нет той презентабельности, которая будет в мае месяце, когда будет все зазеленеет, и мы эту территорию привем в порядок. Поэтому мы ставим задачи, так долго рассказываю, в Малаховке, вокруг Малаховского озера, никогда не было парка. Не было. Вот мы создаем парк, мы не трогаем водоем, про водоем позже скажу, мы планируем вокруг Малаховского озера будет тропиночная сеть, где можно будет прогуляться, пройтись, будут велодорожки, будут некие такие, как бы, смотровые площадки с заходом на озеро, где появится некая территория. Много наблюдали подобное где-то в кино, когда показывают Францию, допустим, или Италию, как там люди живут, и как у них там все в плитке, и можно выйти на набережную и постоять на воду посмотреть. Это будет в Малаховке. Мы эту тему решим. Но более мы пошли дальше, потому что вот водоем сам Малаховское озеро, оно чистилось крайний раз в 1956 году. Тоже я вышел на губернатора Андрея Юрьевича, он поддержал, и нам с областного бюджета выделено 106 миллионов рублей на очистку Малаховского озера. Поэтому сегодня делаются проекты, есть проектные решения, есть некие проговоры, есть экологическая экспертиза, и мы планируем, что где-то в июне месяце выйдут, будут проведены определенные конкурсные процедуры, где выйдут на очистку Малаховского озера, есть современные технологии. Опыт такой у нас есть, потому что мы очистили Наташинские пруды в 2013 году, потому что по оценкам специалистов, это в первом приближении, там ила, где-то в пределах двух, в некоторых местах до четырех метров ила. Это все будет вывозиться. Есть там и покрышки, и какие-то деревья, вся береговая зона, она пришла в такое запустение, неприглядный вид, это все надо будет как-то обустраивать. Мы пошли дальше, потому что Малаховское озеро это некая за прудом реки Македонки, там есть дамба, она тоже пришла в негодность, это инженерное, сложное, гидротехническое сооружение, отдельный будет конкурс на производство дамбы, это определенные специалисты могут сделать, и мы, я так планирую, в мае месяце должны приступить к созданию дамбы. Поэтому возникнет некая совершенно другая история, совершенно другое пространство в Малаховке, где будет и чистое озеро, где будет чистая вода, где будет новая дамба, где будет парковая, вот такая будет лесопарковая зона. И в сторону Раменского района мы с той стороны планируем вот эти две территории соединить мостиком через речку Македонки. Поэтому можно по кругу будет обойти, гулять по Малаховскому озеру. Вот я думаю, что это все появится, должно появиться, появиться где-то августу-сентябрю 2020 года, и когда вот это будет, поверьте мне, все эти разговоры о том, что что-то не так, и тропинка должна быть метр, а зачем она такая широкая, а вы нарушаете экологию, а вы делаете не так, от этого все исчезнет по той лишь причине, потому что я, например, вижу, что там должно быть, более того, все, что пришло в негодность деревьев, мы устраним, подсадим новые деревья. Это заиграет совершенно другими красками, и люди будут получить удовольствие и будут гордиться, что они живут в Малаховке и тем, что именно Малаховское озеро это жемчужина не только Малаховки, не только Люберецкого района, городского округа, но и всего Подмосковья, потому что исторически Малаховка – это есть некое достояние, я бы сказал, даже всей России. Спасибо, Владимир Петрович. У нас как раз звонок, насколько мне известно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос, но прежде представьтесь. Здравствуйте, Владимир Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Владимирович, врач-стоматолог. Живу у супруги на улице Льва-Тостова, дом 5, квартира 17. На неоднократное обращение в ЖЭО, в вашу администрацию по поводу проложения пешеходных дорожек уже сколько лет прошло. Я собирал уже подписи у соседей. Прошу вас, пожалуйста, обратить внимание, второй и первый подъезд пешеходная дорожка заканчивается в проезжей части. Такого нигде нет. Народ должен пропускать машину, носятся машины. Машину носится. Николай Владимирович, я вопрос понял, услышал, даю вам слово. Завтра я прямо с утра постараюсь или доехать, из моих коллег это 100%. Вы свои, я надеюсь, координаты оставили. Мы примем решение, что будем делать. И по согласованию с вами мы эти вопросы будем стремиться решить. Это даю слово. Буквально завтра мы на вас выйдем. Хорошо? Да, наверное, уже ушел звонок. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, это программа «Диалог с главой». Мы в прямом эфире. И мы ждем ваших вопросов по телефону нашей студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Кроме того, ваши вопросы вы можете оставлять на сайте нашего телеканала www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир». У нас в округе живет много инициативных людей. И вот они точно знают, что инициатива ненаказуема. За нее даже поощряют. Ежегодная премия губернатора Московской области как раз подтверждает этот факт. Премию учредили еще в 2013 году. Люберчане охотно в ней участвуют, побеждают и успешно реализуют свои проекты. Причем эти проекты касаются различных сфер жизнедеятельности. Это и творчество, и волонтерство, и спорт, и много еще всего другого. И нужно отметить, что люберцы в числе лидеров по своим победам в этой премии, и вот как раз награждение победителей 2019 года состоялось буквально недавно, на днях. И вот как проходило торжественное награждение, я предлагаю посмотреть сейчас сюжет на эту тему. Хорошо, спасибо. Вы делаете добрые, важные дела, дарите внимание и заботу не потому, что существует премия, а потому, что этому велит ваше сердце и ваше состояние души. Премия добрых дел объединяет в себе людей с большим сердцем. Губернаторские награды присуждают за уже реализованные проекты, которые приносят пользу окружающим. В 2019-м о своих социально значимых делах заявили свыше 22 тысяч жителей Подмосковья. 9 тысяч прошли защиту проектов. Членам Совета предстояла непростая задача отобрать тысячу лучших проектов. В этом году их реализаторы получили по 180 тысяч рублей на развитие своих добрых начинаний. Городской округ Люберцы! 46 человек! Один из 46 люберецких лауреатов обладатель многочисленных премий. Александр Чувашев развивает спорт для колясочников. В этом году у нас проект тоже связанный с командой как в прошлом году называются автоволонтеры с инвалидностью. У нас дело в том, что у команды нет финансирования пока что. Так получается, что у нас у ребят всех все за рулем, у всех свои машины. Мы возим как бы и сами себя получается и друг к другу. У кого нет например машины возможно сюда ехать до тренировок. За все 7 лет проведения премии в ней поучаствовали почти 295 тысяч человек. 13 тысяч проектов. Отметили денежными премиями. От Люберчан в этом году поступило 2188 инициатив по количеству жителей вовлеченных в проекты, а также по количеству защитившихся. Городской округ занимает лидирующие позиции. Каждый год неравнодушных людей подавших свои проекты становится все больше. Организаторы надеются, что тенденция на совершение дел, которые меняют мир к лучшему, продолжится и дальше. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Признаюсь честно, я всегда с наслаждением наблюдаю истории чьих-то побед. Всегда приятно видеть, как люди с нуля, а то, может быть, находясь и в минусовом балансе, просто вот встают что-то и делают. Как раз следует такому волшебному рецепту. Встань и действуй. И вот тогда выходят с нуля на плюс. Владимир Петрович, вот как в этом году люберцы вышли, на какой плюс, как мы выглядели в этом году на премию губернатора? Ну, я думаю, что уже в вашем эфире прозвучало, что мы по целому ряду позиций первые в Московской области либо вторые, да, поэтому люберцы не самые, мы по числе населения где-то входим в тройку-четверку, а по территории мы не самые большие в Московской области, а тем не менее мы вот такие места держим, потому что всегда говорю, что у люберец такая славная история, люди замечательные, школа хорошая, традиции хорошие, и вот люди гнирят. Поэтому суть в том, что задача администрации, когда все время Андрей Юрьевич как бы такое тоже провозгласил и дал такой, как бы такой, скажем, толчок вот развитию такого движения, как конкурс наше Подмосковье, именно привлечь самых активных людей, жителей для того, чтобы могли участвовать в самых разных инициативах, они были самые разные, это вопросы связаны с экологией, с общественной жизнью, с волонтерством и так далее. И суть в том, что наша задача как администрации эти вопросы популяризировать, людей вовлекать. Я надеюсь, что у нас в этом плане что-то получается, поэтому мы вовлекли там по памяти, по-моему, у нас получилось 2188 проектов, о чем было сказано, а привлекли более 4 тысяч, по-моему, 230 человек мы вовлекли, мы первые в Московской области по количеству вовлеченных. В сами проекты, это очень важно. И 46 человек стало победителями. Это тоже очень важно, потому что мы же вовлекаем, одно дело заниматься, скажем, по чьей-то просьбе. Мы, конечно, где-то занимаемся и агитацией, и рассказываем, но здесь, что хорошо, в целом в бюджетном Московской области предусмотрена премия губернатора нашего Подмосковья предусматривает 108 миллионов рублей денег на проекты. Поэтому люди могли по разным местам, которые они занимали, получить денежное вознаграждение. Это тоже же какое-то пополнение бюджета, потому что кто-то занимается бизнесом, это не очень простое занятие, кто-то просто работает. Есть в этих проектах и пенсионеры, кто-то получает 15 тысяч, кто-то 20, а кто-то и 12. И суть в том, что когда ты получаешь 30 или 50 тысяч плюсом, зависит от того, как ты проект сумел защитить, это важно, это пополняет твой бюджет и люди решают какие-то свои уже материальные вопросы. Поэтому мы ставим задачу, мы сегодня по сути готовимся к награждению победителей, мы где-то в первых числах декабря собираем людей, я думаю, что наше любернадское телевидение все это дело покажет, мы наградим, но мы же сегодня начинаем думать о конкурсе, который пройдет уже в следующем году, и мы думаем над тем, каким образом дать посыл нашим жителям, чтобы вовлечь таких активных людей и чтобы люберцы звучали, потому что, чтобы кто не говорил, но когда с трибуны подведение итогов проходило в Крокусе, и когда с трибуны там звучат люберцы и называют, что мы там номинанты, мы по ряду позиций первые, то это некая гордость, и любой люберчанин сидя у телевизора, когда подобное звучит, ну это же приятно, и суть в том, что, вот скажем, целый ряд таких работ, они найдут применение, в том числе где-то в повседневной жизни, где-то что-то где-то улучшат, потому что есть вопросы связанные, я уже говорил, и с экологией, у нас есть вопросы по экологии, есть вопросы связанные, будем говорить, с помощью нашим таким социально незасвещенным слоям, мы называем это волонтерством и так далее, то есть эти вопросы, они будут где-то востребованы, мы их будем обсуждать, где-то доведем эту информацию до соответствующих служб, и возможно они что-то возьмут на вооружение, то есть здесь есть конкретная помощь этих людей, значит, нашим службам, а с другой стороны люди получили какое-то саморазвитие, потому что когда ты занимаешься любимым вопросом, ты должен залезть в учебник, в интернет, почитать, осознать, как-то эти мысли изложить, это очень важно, и потом из этого как-то подать, и смотришь, победил, а победил, получил какие-то деньги, то есть это получается обогащение и моральное, и такое интеллектуальное, и материальное, это важно, поэтому со всех сторон только плюс. Пожелаем удачи люберчанам. Всем спасибо, кто принимал участие, понятно, что они все, любой конкурс, он предусматривает, что будут победители, но в данном случае победили все, но кто-то победил чуточку больше, потому что получил, как бы, скажем, еще и приз, но будем надеяться, что будет участие в следующем году, и количество призеров будет больше. Будет больше. Ну что ж, переходим к следующей теме, как бы не баловал нас ноябрь своей погодой, все равно зима придет, а вместе с ней придут и осадки, и будут сменяться морозными днями, и вот здесь как раз дорожные, коммунальные службы, они должны быть на готове, потому что на них нагрузка-то вся ляжет. Владимир Петрович, осенью вы как раз проводили проверку спецтехники в различных управляющих компаниях, на предприятиях, как вы считаете, округ к зиме готов? Мы обречены быть готовы. Прекрасно. По той лишь причине, что у нас и вариантов нет, и мы, поскольку я работаю, мы вот в этих вопросах не занимаемся философией, мы можем заниматься рассуждениями, обсуждениями, где-то начиная с марта месяца ежегодно, но с марта месяца можем рассуждать, делаем планы и так далее, а уже с мая, с июня мы четко проводим работу по всем отношениям, потому что хозяйство большое, это теплотрассы, это водоводы, это коммунальная техника, это дорожная техника, и понятно, целый ряд, скажем, механизмов летом задействованы, скажем, той же дорожной техники, но есть навесное оборудование, есть всевозможное оборудование в нашей теплосети, в управляющих компаниях, которые готовятся летом, по принципу готов сани летом, да, и мы в этом плане подготовились, я думаю, что вы, наших телезрителей и жителей доводили эту информацию, потому что у нас традиционно, где-то в октябре месяце, я лично провожу такие смотры подготовки техники, службы к зиме, и смотрим, как техника подготовлена, люди подготовлены, как укомплектованы, у нас сложились неплохие традиции, у нас, я оцениваю, сложились хорошие коллективы, потому что, когда возникает любая ситуация, а, к сожалению, мы обречены, что зимой, по моему опыту, 2-3 раза за зиму выпадает месячная норма осадка, она выпадает, и с этим надо что-то делать, и мы к этому должны быть готовы, потому, понятно, что у нас есть своя техника, скажем, у дорожных служб, такой техник, где-то сегодня 94 единицы, это порядка 150 рабочих, но у нас есть соглашение с целым рядом структур, организаций, особенно с дорожниками, в случае выпадания обильных осадков, мы берем технику в аренду, дабы справиться со снегопадами, с вывозом снега и так далее, у нас где-то за 200 единиц техники в управляющих компаниях, работников в управляющих компаниях, если понадобится зимой, то мы выводим там 900 тысяч, 1200 человек, но эти люди работают в управляющих компаниях, где они должны и обязаны территорию содержать в порядке, у нас заготовлено где-то более 5000 тонн песко-соляной смеси, где-то порядка 220 тонн реагентов, да, все это заготовлено, все это готово к тому, что если будет снегопады, зима и так далее, мы с этим должны успешно справляться, я уже не говорю о том, что аварии, к сожалению, зимой тоже бывают и будут, и стоит задача, говорю своим коллегам, чтобы житель не заметил, что произошла авария, чтобы батарея не остыла, вода искра налилась, электричество было, аварии, к сожалению, у нас же техника, и она предсказуема, но зачастую ломается, и бывают неподходящие такие дни, когда морозы сильны, мы это переживали, и у нас, я оцениваю, коллективы достаточно отмобилизованы, полное взаимопонимание, там, по первому взмаху, звонку, люди способны собраться, у нас действует, постоянно действует штаб зимой, который я возглавляю, значит, у меня заместитель, это и по вопросам ЖКХ, и по вопросам благоустройства, это руководство теплосети, электросети, водоканала, то есть все эти вопросы, на сегодняшний день, они отлажены, и я надеюсь, я еще так, может быть, я не хочу с этим шутить, но надо в том числе и молиться, чтобы ничего не произошло, пускай оно произойдет в мае месяце, когда зима закончилась, а мы можем перейти к плановому ремонту, и устранить, возможно, какие-то, скажем, капризы техники, потому что, повторяю, она изнашивается, она ломается, тем не менее, мы стремимся предвидеть, угадать, если есть какие-то недостатки в эксплуатации техники, но, повторяю, зимой может быть все, но мы к этому готовы, я думаю, что мы с каждым годом, я оценю, совершенствуемся, мы обрастаем новой техникой, люди наши повышают мастерство, профессионализм, я надеюсь, что зимой мы должны пройти без эксцессов. И у нас есть еще один телефонный звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Холина Тамара Ивановна, Владимир Петрович, вопрос от жителей поселка Томилино, которые получили счет за жилищно-коммунальные услуги, то есть за капитальный ремонт, где включено добровольное страхование, хотя жители такого согласия не давали и с такой просьбой не обращались никуда. Если можете, просим дать объяснение по этому поводу. Хорошо, Тамара Ивановна, давайте так, чтобы я не задерживал эфир, ну, во-первых, если слово добровольное страхование, то оно добровольное, это на ваше усмотрение. Но кроме этого, давайте, я думаю, свои координаты оставили, я попрошу в этом детально разобраться, дать вам ответ, более того, я попрошу своих специалистов, я всего зама по ЖКХ, дать такое развернутое интервью на эту тему на нашем люберецком телевидении, дать в печати, чтобы на эту тему не было бы разговоров, спекуляций и так далее. Поэтому я вас услышал, постараемся в этом вопросе так более детально, глубоко разобраться и дать ответ. Спасибо. Напоминаю, это программа «Диалог с головой». Мы в прямом эфире, мы ждем ваших вопросов по телефонам нашей студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Кроме того, ваши вопросы вы можете оставлять на сайте нашего телеканала www.lrt.tv в разделе «Прямой эфир». В прошлом году стартовала программа «Зима в Подмосковье». И надо отметить, что она возымела свой успех даже больше, чем ожидалось. И наступающей зимой эта программа порадует нас вновь. Владимир Петрович, какой же будет Люберецкая зима в Подмосковье? Вот именно в этом году, в наступившем уже, что будет, там, интересно, можно будет посмотреть и где отдохнуть? Я бы хотел, чтобы Люберецкая зима была бы солнечной, морозной, снежной, веселой. Веселой. Да, потому что зима, когда и солнышко, и морозец, и снег, это всегда, скажем, и глаз радует, и приятно, и ты, когда идешь, небольшой морозец, и снег поскрипывает, это отлично, замечательно. Я думаю, так и будет, тем более, уже у нас с вами сегодня 26-е, 6-е, значит, ноября, снега нету, обычно в былые годы в это время уже снег лежал. Вовсюду. Да, сегодня, значит, мы в ожидании снега. Ну, я так смотрел по прогнозу, где-то, я думаю, что где-то с начала декабря снег должен лечь. А так мы планируем, у нас, как правило, работа плановая, и мы эти вопросы отрабатываем с правительством Московской области, есть и Министерство культуры Московской области, и Министерство благоустройства. Это все же связано с украшением города, с наведением порядка, лоска, потому что традиции таковы, что Новый год, он, отметить его нельзя, Новый год – это веселый, такой семейный праздник, где все, все его ждут, некое чудо, это и елки, это шарики, это огоньки новогодние, все, что связано с празднованием Нового года, это Снегурочка, Дед Мороз, вся эта атрибутика у нас будет, это все будет выдержано, у нас есть целая программа, которую мы утвердили, это с 1 декабря, буквально по конец февраля, и у нас пройдет порядка 550 всевозможных мероприятий, мы прогнозируем, что в них должно участвовать не менее 200 тысяч наших жителей, это всевозможные программы, начиная с декабря месяца, особенно ближе к Новому году, это и утренники, и детские елочки, все это будет сопровождаться и музыкой, и Дед Морозой Снегурочкой, это представления всевозможные, мы ставим задачу, что особенно в зимние каникулы, чтобы дети были заняты, и мы планируем залить не менее 19 ледовых площадок, мы ставим задачу, чтобы где-то на территории, на несколько дворов или на какой-то микрорайон был лед, эта задача стоит перед управлением компанией, перед управлением спорта города, то есть мы будем стремиться, чтобы в парковых зонах, я уже говорил, что будет снег, мы будем делать лыжню, чтобы, и более того, мы будем стремиться, чтобы она была освещенной, потому что у нас уже 6 часов, сейчас уже темнее, уже темно, поэтому стоит задача, чтобы люди могли и отдыхать с точки зрения какой-то культурной программы, о чем я вам сказал, с точки зрения спорта, это коньки, это лыжи, будут работать, естественно, как правило, в эти дни будут работать, скажем, и ярмарки, и библиотеки, то есть, чтобы народ был занят, я уже не говорю про работу в парках культуры, где своя программа по каждому парку, и где должна жизнь просто бурлить, все это, о чем я говорю, эта программа будет на наших сайтах, поэтому я думаю, что Новый год, мы сейчас готовимся, в целом, я оцениваю, что мы готовы, но другое дело, что нужно еще украсить, более того, вот ставлю задачу, мы провели целый ряд таких совещаний, мероприятий, что город должен засверкать в огнях, поэтому у нас масса торговых объектов, есть малые, маленькие, есть крупные, есть ярмарки, значит, торговля должна привести все в движение, дабы все светилось, мерцало, блестело, потому что это Новый год, и это должна быть ярмарка красок всевозможных, поэтому ставим такую задачу, касательно промышленных предприятий, каждому ставится задача, тоже это гирлянды, это какое-то освещение, значит, мы вот ставим, будет таких два светодиодных фонтана у нас, это вот перед октябрем, кинотеатр, и в нашем парке, центральном парке, то есть стоит задача вот это украсить иллюминацией, светодиодное освещение позволяет украшать город в самых разных цветах, красках и так далее, поэтому я думаю, что мы должны Новый год срежать весело, с улыбкой, с радостью, и мы это делаем сегодня. Ну и сейчас самое время, наверное, поздравить всех с наступающей зимой, совсем скоро она уже у нас. Ну, с наступающей зимой, естественно, как бы скажем, некий период хороший, поэтому, кроме того, что надо запастись, я думаю, что все это уже сделали, должна быть теплая одежда, значит, а зимой, кто занимается спортом, этим надо заниматься, лыжи, коньки, возможно, санки, кто это любит, и с детишками покататься, поэтому, я искренне пожелаю, чтобы зима принесла некую радость, некая, скажем, возможность порадоваться снегу, мы привыкли к зиме, и ждем зиму, другое дело, что зимой ждем, когда она закончится, весну встречаем, это уже будет другая история, поэтому на сегодняшний день к зиме надо готовиться, а не столько к зиме, а столько к Новому году, будем в ожидании чуда, я думаю, что оно в каждую семью, к каждому придет отдельно, у каждого свое чудо, но самое главное, я искренне пожелаю, чтобы зима принесла какие-то ожидания, какие-то, возможно, новые взгляды на происходящее, все-таки Люберцы, это такая самобытная территория, красивая, с красивыми людьми, поэтому надо радоваться соседу, родственнику, каждому дню, получать удовольствие, ну, по крайней мере, жить в ладу с собой, все остальное, оно будет просто получаться. Действительно, друзья, пусть новые впечатления, которые вы получите от этой зимы, согреют вас в эти три зимних месяца. Спасибо, что были с нами, это был диалог с головой, мы благодарим вас, Владимир Петрович, за подробные ответы, и вас, уважаемые телезрители, за ваше внимание и проявленный интерес. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова